И лес, и поле, и река, тему и солнцу рады. Ежегодный конкурс среди учащихся отделений сольного академического пения Школы искусств прошел в Видновской Дышии. Традиционно в нем приняли участие юные вокалисты из Видного, развилки поселка Володарского и горок Ленинских. Конкурс у нас проходит всегда обычно за месяц до Всероссийского, где детки показывают свои результаты, свои вокальные данные. Второй год подряд мы уже разделяем конкурсы именно на сольное академическое, где дети целенаправленно учатся вокалу и общее пение, где ребята с других специальностей. В конкурсе приняли участие 30 вокалистов с 7 до 17 лет. Каждый участник исполнил по два произведения. Строгое жюри оценивало выступление каждого по определенным критериям. Художественность, сценичность, интонация. Очень важен ансамбль концертмейстера и ребенка, репертуар. То есть, чтобы это было по возрасту, по возможностям ребенка. Конкурс проходил два этапа. Сначала выступали ребята, которые ходят на вокал дополнительно, учаясь при этом на других музыкальных специальностях. У нас специальность хора. И раз в неделю, только раз в неделю мы ходим на вокал. Они занимаются, вот допустим, Ира занимается полгода всего, да? Девочки занимаются второй год. Девочки вообще участвовали, дебютировали. А дебют, это, конечно, они первый раз на этой сцене, они первый раз в этом зале. Поэтому я считаю, что большие умнички. Просто молодцы. Сначала думала, что я войду в тройку, но я думала только третья или диплом участника. И не ожидала, что я второе место займу. Я себя успокаивала долго, я очень переживала насчет этого. Но я выдохнула, я такая, все будет хорошо. И нормально выступала. Я участвую первый раз. На самом деле у меня не очень большой опыт именно в вокале, потому что я только полгода занимаюсь. Спасибо моему преподавателю за то, что сделала такую подготовку. Я очень старалась. Мне очень приятно, что мне все-таки дали какое-то место. Я не ожидала этого. А затем на сцену вышли учащиеся отделений сольного академического пения. Для ученицы детской школы искусств поселка Развилка Дарьяны Феоктистовой это далеко не первый конкурс. За четыре года обучения она неоднократно показывала достойные результаты на различных вокальных состязаниях. Как ты оцениваешь твое сегодняшнее выступление? Не очень могла лучше. Так, а что тебя подвело? Ну, я переволновалась и последние ноты не очень спела. От конкурса к конкурсу, от выступления к выступлению мы каждый раз растем. И для нас не важен результат, именно как бы то, как нас оценит жюри. Для нас больше важно, как мы выйдем, отработаем нашу программу. И для нас это очередной этап в профессиональном росте. Лучшие исполнители получили дипломы первой, второй и третьей степени и массу впечатлений. Впереди у ребят всероссийский конкурс сольного академического пения, который также пройдет в Видном. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.